Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Хайтек. Сегодня будем говорить об этом. Ну что, друзья, добро пожаловать на канал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкусики. В общем, в чем смысл вот этого чуда, которое вы можете наблюдать и, возможно, видели по шортс видео? Это, друзья, что-то типа электровагонетки. Задумал я данное изобретение уже достаточно давно, даже, наверное, можно сказать, с детства в каком-то смысле. Но реализовать получилось совсем, скажем так, недавно. Этот проект уже где-то год в таком состоянии лежит, но теперь есть прогресс, есть где заниматься этим. Собственно, есть станочки, есть 3D-принтеры, все удобненько. В чем суть? Это сделано из двух гироскутеров разобранных. Четыре контроллера располагаются вот здесь. Ну, они здесь ни к чему, это просто, как сказать, для интереса я так сделал, скажем так. Места для двух батарей. Одна батарея от гироскутера и вот здесь помещается вторая. То есть смысл в чем? Когда здесь будет сделана платформа, да, вот это все будет укреплено, не вот так вот алюминиевыми профилями сделано. Можно будет поставить ее на маленькую железную дорогу, например, деревянную, да, где-то на даче, если вам надо что-то быстро, компактно перевести. Эта штука весит не очень много, максимум где-то, ну, килограмм двадцать. Ну, на самом деле это много тоже, но все же. Будет вот такой пульт управления, может быть другой какой-то. И когда вы, например, встаете на платформу, да, она может и побольше быть, это просто я так сделал компактно. Есть железная дорога, платформа, вы включаете газ, так, и, соответственно, вы двигаетесь, то есть перевозите груз и так далее. В общем, вот такая задумка вот этого вот устройства. Значит, с какой проблемой я столкнулся еще тогда, да, и пришлось немножко заморозить проекты, потому что там были другие задачи, скажем так. Вот этих вот контроллеров, у них нету реверса. То есть есть настройка для реверсивного движения, именно настройка, да, то есть когда вы включаете первый раз его, у вас колесо может крутиться не в ту сторону, в которую нужно, например, да, на электросамокате. Назад, например, а не вперед. Но это не реверс. В общем, проблему получилось решить каким образом. Нужно реле взять, реле, да, и смотрите, тут есть два провода таких, два белых провода. Когда мы его коротко замыкаем между собой, да, колесо начинает крутиться или туда, или туда. Ну, то есть если оно начинает сюда крутить, вы разъединяете, и потом, когда газ даете, продолжает крутиться в ту сторону. Вот. И чтобы реверс сделать, нужно кратковременно нажимать вот так быстро кнопку, и потом можно газулькой использоваться, то есть чтобы не покупать дорогой контроллер. То есть хочу открыть еще, посмотреть, может быть, как-то по-другому можно сделать. А в других, конечно, контроллерах сделано как. То есть выведено, ну, допустим, представим, что тут два разных провода, да, вот такой контакт двойной. И когда вы кнопку зажимаете там, например, ну, то есть просто замыкайте, мотор начинается просто, ну, при газульке крутиться в другую сторону. Отжимаете кнопку, он крутится куда нужно. В общем, пока что как-то вот так. Ну что, друзья, пока краткая такая информация, какие планы вообще по разработке, да. Нужно корпус сделать, да, ну, то есть какую-то сталь или что-то взять. Потому что иначе, ну, будет слабенько, конечно, потому что тут держится все на М3 болтах, да, буквально просто собрано, но держится. То есть если поставить это на деревянную железную дорогу какую-то, это будет работать. Сами мотор-колеса с таким вот бортиком, и, соответственно, если подобрать деревяшку, можно посмотреть, да, какой размер у этого всего. То есть где-то у нас 3,5 сантиметра. Ну, то есть если 3 сантиметра доску взять, например, как рельсы использовать, например, да, то вполне себе будет работоспособно. Потому что смотрю ребят, да, которые за рубежом мучаются как раз-таки на добыче золота. Я вставку сделаю. И использовать вот такую штуку просто будет, ну, великолепно. Потому что, поверьте мне, вот таких вот аккумуляторов гироскутерных хватает очень намного. На таком можно проехать на медленной скорости на самокате. То есть при мощности где-то 200-300 ватт, ну, километров 10. Так что в итоге конструкция вот такая, примерно как демо-режим, да, можно использовать, конечно, один контроллер, один аккумулятор. Ну, у меня система сделана как, да, то, что у меня было на тот момент 2 гироскутера и 2 аккумулятора от них. Я сделал вот такую систему. Разветвлитель. Потому что вот эти по 350 ватт мощностью примерно, да, по-моему, 350 ватт. Да, 350 ватт, 36 вольт, 48 вольт. Вот. И, соответственно, что тут как бы такой мощности не будет, что нужно какую-то большую батарею. Но, конечно, вот такая вот система с каждым отдельным контроллером, она, в принципе, для чего нужна? Чтобы, если вдруг какой-то из контроллеров выходит, да, например, то самокат или конструкция все равно продолжит ехать. Ну, здесь, я говорю, просто для интереса попробовал это сделать, скажем так. А так можно, конечно, с одного контроллера запитать прям все 4 колеса. Ну, нужно будет, конечно, помощнее аккумулятора. Либо сделать так же, как я и делал. То есть, просто моторы запитывать, например, от одного или от двух аккумуляторов, соответственно. То есть, работаем пока. Если есть какие-то идеи тоже на эту тему, друзья, пишите. Еще вот что думал, да, чтобы вот, например, вот эта тема не сточилась там, если будете металлические рельсы использовать. Хотя они и будут очень дорогие, да, потому что эта конструкция вся, в принципе, достаточно дешевая. То есть, до 5000 вот это все обойдется вам. Сейчас, конечно, в 2023-2024 году это все будет дороже. Но по 1000, по 1500 стоят гироскутеры. То есть, я покупал, да, там и батарея, соответственно. Две батареи, два гироскутера, четыре мотора. Рама, собственно, остается. Платы я продал, потому что они мне не нужны были. Вот эти штуки по 600 рублей контроллеры. На тот момент стоили сейчас это где-то 800-900 рублей. Ну, то есть, вот так, да. Так что планы я говорю. А, не договорил, да, про колеса. Чтобы не стачивались, есть идея залить вот здесь, то есть, резиной или силиконом каким-нибудь жестким. Сделать своеобразные покрышки. Но форма, чтобы была примерно вот как вот эта. То есть, пишите, что думаете по этому поводу. Мы будем продолжать развиваться в технологическом нанопрогрессе. Все. Лайки, подписки. Пока.